Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание в аэропорту Шереметьево. Не потому что на бегу перед отлетом, а потому что посвящен разговор был авиаперевозкам. Обещал, что правительство продолжит поддержку межрегиональных авиаперевозок. По словам Дворковича, программа зарекомендовала себя хорошо, и потому будут выделены дополнительные ресурсы на субсидирование внутренних рейсов. Подробности узнаем у нашего корреспондента Анастасии Ефимовой. Она сейчас на прямой связи с Шереметьево. Настя, здравствуйте. Какие заявления звучали еще, и кто участвовал в таком выездном совещании в аэропорту? Да, здравствуйте, Мария. Но это действительно главное заявление сегодняшнего дня. Вы его уже озвучили. Российское правительство действительно будет поддерживать отечественных авиаперевозчиков. А сделают это прежде всего для того, чтобы не допустить серьезного роста цен. Как сказал Аркадий Дворкович, эта мера действительно уже хорошо зарекомендовала себя. Так, в частности, уже компенсируют частично цены на билеты по направлениям на Дальний Восток, а также в Крым. Но, видимо, теперь география будет расширена. Сделать это нужно прежде всего, конечно, для того, чтобы пассажиры на себе не почувствовали, насколько могут вырасти цены, в частности, например, с ростом цен на топливо. Кстати, количество пассажиров сегодня Аркадий Дворкович смог оценить лично. Специально для него провели экскурсию по терминалам аэропорта, а также подвели промежуточные итоги новогодних праздников. Так, с 20 декабря по сегодняшний день, по 5 января, Шереметьево приняло больше 1 миллиона 200 тысяч пассажиров. И это значительно больше, чем за аналогичный период, например, предыдущего года. Так что это, наверное, лучший ответ всем тем пессимистам, которые в связи с колебаниями валютного курса предрекали коллапс на рынке авиаперевозок. Вот эту положительную динамику, конечно, очень важно сохранить. Для этого и предпринимаются меры по субсидированию отечественных перевозчиков. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу вице-премьер России Аркадий Дворкович. Мы считаем, что надо принимать какие-то меры в целом по авиаотваске, потому что мы все-таки, как все авиакомпании, сегодня работаем за гранью рентабельности. Из-за того, что пассажир не готов будет ответить, мы повысим цены. Поэтому очень аккуратно, выборочно, на некоторых направлениях мы это делаем, но в целом мы ценовую политику пока не меняем. Действительно, ситуация непростая. Мы рассматривали некоторые меры, которые могут позволить снизить цены. В частности, касается налога на добавленную стоимость. Если бы убрать, то это позволит небольшой задел прочности создать. Мы будем смотреть другие меры. Кроме того, заместитель председателя правительства России поинтересовался, как работает аэропорт в сложных метеоусловиях, например, в морозы или во время сильного снегопада. Оказалось, что сбоев нет. И достичь этого удается, прежде всего, благодаря большому количеству снегоуборочной техники, а также запасам антиобледенительных реагентов. Эти запасы рассчитаны на 10 дней и постоянно поддерживаются. Так что даже в самые сложные, так называемые, пиковые дни, например, 25 декабря, когда были серьезные снегопады, выпала почти месячная норма осадков, задержек рейсов в Шереметьево не было. Также Аркадий Дворкович сегодня осмотрел Центр управления полетами, пообщался с диспетчерами, а еще он покормил рыбок. Это такой новогодний ритуал. Здесь, в Шереметьево, за 100 рублей можно купить корм, поддержать фонд защиты природы. Ну а главное, когда кормишь рыбок, можно загадать желание. Что именно загадал Аркадий Дворкович, он не сказал. Но это, наверное, понятно. Любые желания должны оставаться в тайне до их исполнения. Но вот в книге отзывов Аркадий Дворкович написал «Результаты впечатляющие. Продолжаем движение вперед». Мария. Да, Настя, спасибо. На 100 рублей можно и не только рыбок покормить. Из раппорта Шереметьево была наша корреспондент Анастасия Ефимова. Анастасия Ефимова.